Не сроки, но штрафы грозят черным рубщикам леса. Больше четырех тысяч кубометров леса было незаконно вырублено на Кубани только в прошлом году. Ущерб от так называемых черных лесорубов составил полмиллиарда рублей. Наведение порядка в отрасли стало ключевой темой координационного совещания по обеспечению правопорядка. Заседание провел губернатор Вениамин Кондратьев. Сохранение лесов для Краснодарского края как курортного региона вопрос приоритетный, поэтому участие в совещании приняли руководители управления ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Глава Кубани поручил сформировать рабочую группу, которая займется пресечением незаконной вырубки леса. Основная цель – подорвать экономическую выгоду нелегальных заготовителей древесины. Для этого надо активнее выявлять их точки сбыта, а также усилить патрули в местах вырубки. К каждому дереву, я говорю, мы же, как и на каждую улицу полицейского не поставишь и лесничего каждому дереву не приставишь. Мы должны понимать подъезды к этим нашим лесам всего края, каким образом вывозится он лес, где надо установить или на самом деле кордоны на постоянной основе, либо средствами видеонаблюдения круглосуточными контролировать ситуацию. А где беспилотные летательные объекты должны просто баражировать воздушное пространство. Просто системно летать и смотреть. Можно задействовать казачьи патрули лесные даже. Так вот, вы их мобилизуете, и, поверьте, они свой лес никому не отдадут. Точно никому не отдадут. Сергей Владимирович Полковник, нам в любом случае нужно будет организовывать здесь эту рабочую группу в месяц вам на проработку всех вопросов. Ситуация серьезная. И по-серьезному ее надо решать. Достаточно того уже, чтобы мы пришли к алгоритму, который нам позволит принять правильное решение. По крайней мере, приблизиться к тому, чтобы проблему с незаконной вырубкой леса в крае закрыть. Вот во всем нужно смотреть в экономических вопросах. А кому это выгодно? А каким образом это у нас сегодня получают деньги? Куда они будут идти? Что вырубается? На каких участках? Куда свозится? И где это используется? Абсолютно правильно. У нас сегодня край не получает ни экономики с леса, ни экологии. И потихонечку мы, так сказать, приходим к печальному результату, если будем на это просто смотреть. Данное совещание будет не последним. Вениамин Кондратьев попросил занести в план мероприятий на ближайшее время еще одно заседание, на котором потребовал озвучить конкретные решения. Тема противодействия незаконной вырубки лесов должна постоянно стоять в повестке, а поверхностного отношения вопрос не потерпит. Губернатор к следующей встрече попросил лично ему предоставить детальную информацию о состоянии отрасля. Мне важна не форма всегда, мне нужно содержание и докопаться до глубины вопросов, с точки зрения проблемы и ее решения. Вот что мне нужно. Тогда будет результат. Власть, неважно, муниципальная, кривая, она первая заинтересована в том, чтобы часть экономики, а это тоже в том числе и часть экономики, не теряем. Поступление бюджета, если уже и вырубаем лес, то легально, прозрачно. Вы должны это проработать и прийти к четкому решению. И колесное совещание через месяц должно быть конкретным, понятным, алгоритмичным. Всего за прошлый год в крае было возбуждено более 200 уголовных дел. Сумма штрафов за незаконную вырубку леса превысила 1 миллион рублей. Однако это не сравнится с объемом ущерба в масштабах региона. В новую рабочую группу войдут заместители губернатора, представители полиции, ФСБ, специалисты Краевого министерства природы и главы районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова